Всем привет! Меня зовут Даша, и вы попали ко мне на канал The Cab Look. Почему The Cab Look, я как-нибудь вам расскажу обязательно. Сегодня должно было быть видео о макияже, но, к сожалению, так сложилось, что к середине-концу макияжа я обнаружила, что камера не записывалась из-за того, что была ошибка на карте. Поэтому планы меняются, и макияж будет в другом видео. И не этот, а другой, потому что я в итоге все поменяла. А сегодня мы поговорим о теме, которую вы у меня так давно и так много спрашивали. Это тренды осени-зимы 2016-2017. Ну что, поехали? Первый тренд, который вернулся к нам родом из 90-х. Помните ли вы такой предмет одежды, как гамаши? Если называть это более профессионально и модно, то гамаши — это то же самое, что брюки со штрепками и стрелками. И что это такое? Это как обычные брюки, но у них есть по низу такая петелька, которая одевается под пятку. Брюки такого типа можно было наблюдать на показах Balenciaga, Marney, Versace. Но если ваш бюджет вам не позволяет, вы можете поступить, как я, и купить такие брюки в Zara. Второй огромный, сильнейший тренд, который был на всех подиумах мира — это так называемый Sheerling Aviator Jacket, который уже ввели в моду Acne Studios уже несколько лет назад. Своей классической моделью куртки Acne Velocita я боюсь произнести неправильно, но вроде бы пишется оно так. Кстати, я планирую себе ее приобрести, но нигде не могу найти в своем размере. Я внизу оставлю ссылочку, что это за куртка, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Я ищу ее в 36-м французском в черном цвете. Если вдруг вы ее где-то видели онлайн, тоже дайте мне знать. Я понимаю, что это огромное вложение денег, и я тоже не сразу на это решилась, потому что я никогда столько не отдавала за верхнюю одежду, но после покупки куртки Acne Made, это была моя самая дорогая верхняя одежда из всего, что у меня есть пока что, и я, проносив ее два сезона, я поняла, что это лучшее вложение, что я сделала, и, наконец-то, я морально доросла до второй дорогой куртки, на этот раз зимней. Но сейчас не об этом. Это очень сильный тренд осени-зимы 16-17, и, соответственно, его можно найти где угодно, начиная от Asos, Zara, Monkey, любые масс-маркеты, которые вам приходят в голову, вы везде найдете, как и из натуральной кожи, авиаторы, жакеты, так и из искусственной. Например, я купила себе бежевый в Zara искусственный, и собираюсь купить черный Acne из натуральной. Третий тренд — это укороченные брюки. Это могут быть укороченные брюки или укороченные джинсы, но самое главное, что это как будто обычные брюки, но их взяли и обрезали где-то на 7 восьмых, то есть как будто они вам короткие. Я поначалу так средненько относилась к этому тренду, думала, что я не куплю себе такие брюки. Я пока что еще не купила, но уже в процессе поисков того, чтобы мне пошло, и чтобы она мне смотрелась хорошо, обязательно носить такие брюки. Если вы не обладательница, естественно, роста 180-185, то носите такие брюки с каблуками, потому что если вы будете их надевать с плоской подошвой, это вам сильно укоротит рост. Следующий тренд очень удобный, очень модный — это оверсайз платье-свитер. Что может быть лучше на зиму? Спасибо дизайнерам, спасибо всем гурмоды, которые ввели в этом сезоне столько удобных, теплых вещей, что в русскую зиму вы точно не замерзнете и останетесь модными. Свой, опять же, платье-свитер, свое, свой, я приобрела в Заре, и внизу я обязательно буду оставлять ссылки на такие же или на похожие вещи, поэтому не забудьте проверить инфобокс во время просмотра или после просмотра видео. Следующий тренд — это ботильоны на платформе и на толстом каблуке. Такое ощущение, что этот тренд тоже вернулся к нам откуда-то из 90-х. Такие, знаете, диско-буты, такие тяжелые, на такой высокой платформе и на большом таком висистом каблуке. Но как раз они очень здорово смотрятся с теми же самыми укороченными брюками, о которых я говорила ранее. И, опять же, они просто сногсшибательно смотрятся с оверсайз-свитерами, с теплыми платьями, с пальто до колен, даже с длинными пальто они тоже хорошо смотрятся. В общем и целом, советую, мне кажется, что это будет хорошее вложение на этот год. Следующий тренд — это тонкий длинный шарф. Такой шарф можно купить или можно сделать самому, мне кажется, ничего сложного в этом нет, если вы маломальски умеете шить. Это просто кусок черной ткани, это может быть более блестящая ткань или более спокойная шифоновая ткань. В зависимости от того, куда и с чем вы собираетесь носить такой шарфик, я себе лично купила два. Один не блестящий, другой блестящий, то есть один более вечерний, другой более такой дневной, более спокойный вариант. Купила я их оба на Asus, ссылочки тоже будут внизу. Следующий тренд уже который год не сдает обороты, он только набирает, набирает, набирает и становится все более безумным и высоким. Я думаю, некоторые поняли, о чем я, я говорю о бадфортах. Бадфорты захватили мир, захватили подиумы, магазины, и даже масс-маркет стал делать вот такие бадфорты. То есть, если в прошлом году в масс-маркете было практически не найти хорошие именно бадфорты, которые не сползают вниз, хорошо сидят по ноге и на самом деле высокие, то есть не просто до колена, а вот настолько повыше, то в этом году вы спокойно можете найти, как и на Asus, такое разнообразие бадфортов, что мне аж страшно, я не знаю, как там люди выбирают, как и в And Other Stories, они сделали очень крутые бадфорты, у меня целых двое бадфортов от них, я тоже оставлю ссылки. И если вам позволяет бюджет, то, конечно же, это может быть Stuart Widman, Weizman, или же моя любовь, на которую я, наверное, все-таки не разорюсь в этом сезоне, но была бы такая возможность, честно, я бы побежала, сломя голову, просто, несмотря направо-налево, только за ними, потому что, как только я увидела их в витрине, я чуть с ума не сошла, это бадфорты от Валентина, если вам интересно, о чем я говорю, о какой модели обуви, я вам оставлю ссылочку. Следующий тренд, это прозрачное-кружевное платье, в идеале было бы, чтобы оно было из сетки, достаточно прозрачное, с нашивками, это могут быть яркие нашивки, это могут быть нашивки из кружева, это может быть сочетание сетки с кружевом, вариаций полно. Такое платье можно одеть, как и само по себе, если у вас достаточно смелости, вы можете одеть какое-то черное боди под низ, возможно, с шортиками, чтобы совсем не было перебора, и сверху такое длинное прозрачное платье в пол, или же можно поступить по-другому, можно одеть платье-комбинацию, просто платье на бретельках по фигуре, и сверху надеть это платье, возможно, подтянуть маленьким ремешком. И смотреться в обоих случаях будет очень хорошо, но зависит от того, насколько вы безумны, и насколько вам нравится экспериментировать. Следующее это стиль готика, то есть что-то очень такое темное, в обтяг, что-то, знаете, а-ля из семейки Адамсов, и я нашла себе идеальный вариант, и это длинное платье по фигуре из толстого трикотажа, что как бы хорошо и на зиму, с длинным рукавом, вырезом лодочка, полностью на клепках серебристых, и оно, я бы не сказала, что оно макси, но оно и не миди, что-то между макси и миди, черное готическое платье, я себя в нем чувствую мадам Адамс, но мне очень нравится, можно делать это с темными смоки айс, добавлять еще больше драматичности, высокой платформой с толстым каблуком, черной кожаной курткой, бледными губами, экспериментируйте, тренд очень классный, и с ним можно работать по-разному. Следующий тренд, который тоже очень давно держится на пике, это толстовки, только в этом году толстовки, просто безумное количество разновидностей этих толстовок, и как одна из разновидностей, которая мне очень понравилась, которая пришла к нам, скажем так, из спорта, из спортивной интересной одежды, это толстовка с рукавами клеш, так здорово, у меня ощущение какой-то супергероической балерины на тренировке, когда я надеваю эту толстовку, у меня она в простом таком сером цвете, очень круто смотрится с джинсами, это могут быть джинсы как по фигуре, так и какие-то boyfriend джинсы, советую, удобно, красиво. Далее, один из топовых трендов, опять же, это материал, материал под названием бархат, и несмотря на то, что визуально он нам прибавляет пару сантиметров в ширину, если с ним правильно работать, он может подчеркнуть все ваши достоинства и стать потрясающим акцентом на вашем вечернем платье или на дневном каком-то костюме. Из бархата может быть все что угодно, это могут быть брюки с топом, это может быть короткое платье на бретельках, надетая поверх джемпера, это может быть платье с длинным рукавом миди на вечер, с V-образным вырезом и поясочком. В бархате можно найти сейчас очень много всего, как от люкса до масс-маркета. Свои самые любимые вещи, которые я нашла в интернете для вас, я оставлю внизу в ссылочках. И самый мой любимый тренд этого года, он уже начался, опять же, в прошлом году, но в этом году прям бум случился на этот тренд. Все граждане Российской Федерации и Северной Европы должны сейчас прыгать с криками «Ура!», потому что это огромные пуховики одеяла. То есть пуховики, которые по большому счету выглядят как одеяло с рукавами. Чем это круто? Потому что, ребят, нам будет тепло, нам не нужно гнаться за как когда-то давно, я помню, боже мой, как только я это носила. Такие, знаете, короткие куртки, в которых холод попадал на спину, на почки, алянистские джинсы и короткие куртки в минус 20 зимой, и мы это носили, девочки, кто моего возраста, те помнят. Приятно, что мода все-таки за здоровый образ жизни в этом году, и мы будем греться и будем модными. Свой пуховик такого плана я купила на Asos, ссылочку тоже оставлю внизу. Следующий тренд тоже очень яркий, он начался уже этим летом, и он плавно влился в осень-зиму. Это одежда с яркими нашивками. Я уже затронула немножко эту тему, когда говорила про прозрачные платья. Эти нашивки могут быть на прозрачных платьях, а могут быть и не только. Например, могут быть яркие такие нашивки, знаете, а-ля заплатки, там, не знаю, цветок, или Микки Маус, или что угодно. Могут быть на замшевой юбке, они могут быть на джинсовой куртке, они могут быть даже на вашем пальто, на пуховике. Вы можете их сделать сами, их можно утюгом, термо... термо... такие переводилки... не переводилки, как они называются? Термоаппликации, точно. Термоаппликациями можете украсить свою какую-то вещь, или же вы можете купить броши. Сейчас огромный выбор брошей, и надеть их поверх пальто. Это тоже будет смотреться, как какая-то аппликация поверх ткани однотонной. У меня есть и броши, и есть вещи с нашивками. Тоже все ссылочки будут внизу. И я плавно подошла к следующему тренду этого года. Это броши. Броши могут быть как металлические, так и тканевые. Огромный просто выбор брошей на ASOS, на свои любимые брошки, оставлю вам в ссылке. Следующий тренд, опять же возвращаясь к более готическому стилю, это кожа. В основном черная кожа и черная кожаная мини-юбка. Она может быть сделана как из обычной кожи натуральной, так и из кожи зама, так же и из латекса. Она может быть сделана из лакированной кожи, и даже из винила. Винил, кстати, тоже очень классный тренд этого года, но я почему-то себе ничего не приобрела. Ну, хотя еще не вечер. У меня юбок такого плана несколько. У меня есть как и в обычной коже, в натуральной, так и в кожи заменители, так и в замше, в ненатуральной замше. Кстати, с нашивками. Следующий тренд тоже, как будто родом из школы, когда нам было холодно, мы так одевались. И это когда поверх джинсов или брюк надеваешь платье. То есть, если раньше это выглядело как просто мама меня одела как капустку, то сейчас это модно. Поэтому не стесняемся, надеваем узкие классные брючки и поверх надеваем платье. Можно даже пойти еще дальше. Можно надеть джемпер с горлышком, брюки и поверх платье на бретельках. И смотреться это будет круто. Следующий тренд тоже перетек к нам из лета. Это открытые плечи. Все предвещали, что они уйдут в небытие, но они никуда не собираются и не прощаются с нами и перетекают в осень-зиму. Открытые плечи могут быть в разных вариациях. Первое это свитер-джемпер с вот таким вырезом. Второе это как cold shoulders, по-моему, называется на английском. То есть, это может быть джемпер даже с горлом, но у него вот здесь будут как будто выкушенные плечики, такие вырезы более-менее круглые на плечах. То, что я найду интересное, оставлю вам внизу, чтобы вы посмотрели и, возможно, примерили это на себя. Далее, опять же, из лета к нам пришла асимметрия. Асимметрия может быть совершенно любая. Это может быть нижний шов топа слева направо, либо это могут быть даже, кстати, брюки, которые эти самые 7 восьмых, как-то неровно обрезанные, или же они вот так бывают, скошенные. Асимметричными могут быть рукава, могут быть какие-то нашивки по косой. Асимметрия любого плана в этом году приветствуется. Я не могу сказать, что я приверженец этого тренда, мне он не очень нравится, но, возможно, он понравится вам, поэтому я его тоже включила в список. Следующий тренд мне нравится как раз очень сильно, и это плессированные юбки. Плессированные юбки. Если вы подберете правильную плессированную юбку на высокой талии и правильной длины, мне лично больше всего нравится длина миди, которая до колен, и это будет подчеркивать все ваши достоинства, потому что плессировка, она достаточно объемная, и если юбка будет сидеть на высокой талии, с таким ровненьким поясочком, то это еще больше визуально сузит талию, и сделает красивый силуэт, и ножки ваши будут смотреться вот такими из-под плессированные юбки, потому что она достаточно объемно сидит колокольчиком. Следующий тренд это цвета металлик. Цвета, текстуры, здесь все, что вы хотите. Это могут быть пайетки, это могут быть металлизированные ткани, это может быть металлизированная кожа. Опять же, те же самые плессированные юбки в золотом, серебряном, бронзовом, во всех металлических цветах, цвета драгметаллов, и это вау-вау и полный бум, потому что вы сразу совмещаете несколько трендов вместе в одной вещи, и эта вещь на вас будет работать все два сезона. Я лично себе планирую приобрести на днях практически скоро юбку плессированную, или в серебре, или в золоте. Все еще метаюсь между двумя. Еще мне очень нравится изумрудный металлик, то есть как драгоценный камень изумруд, очень красиво и изящно смотрится. У меня, кстати, было на день рождения платье такое, и оно вам очень понравилось, я помню. Внизу оставлю ссылочку на видео, которое я делала к дню рождения в этом платье. Следующий тренд, вы можете видеть на мне, кстати, это пижамный костюм. Он уже... Это не настолько... Я не думаю, что я вам открыла Америку, потому что этот тренд к нам пришел еще из прошлого года. Он... Даже из... Какого из прошлого? Он года, наверное, три уже держится. Просто эти пижамные костюмы, они немножко меняются по принтам, по материалам, но они от нас никуда не уходят, потому что, опять же, мы любим то, что нам удобно, и если в моду вошло что-то удобное, мы вот в это вот так вцепляемся и никуда не опускаем. То же самое с кедами, с плоской подошвой, с удобными каблуками. Если что-то удобное вошло в моду, очень сложно модницам это отдать назад и снова вернуться к неудобным шпилькам и коротким пуховикам в лютую зиму. Следующий тренд — это спортшик. Сейчас у вас у всех в головах возникла именитая Ким Кардашьян, которую я, честно говоря, недолюбливаю, не закидайте меня помидорами, но мне не нравится, как она одевается, и мне не нравится, как одевается все это семейство. Не закидывайте меня помидорами. Это мое личное мнение, у каждого из нас есть свое личное мнение. Возможно, она замечательный человек, и я ничего не имею против нее, но то, что я вижу в сети, то, что я вижу, не знаю, в Инстаграме, в каких-то статьях. Не нравится. Пошло, вульгарно, и мало в этом изысканности. Тот же самый спортшик можно обыграть очень красиво и очень изящно, поэтому будьте аккуратными, и если вы спросите моего личного совета, не уподобляйтесь Ким, и не нужно спортшик превращать в бомж-шик. Мое мнение. Все, закрыли тему. Следующий тренд это мужской костюм. Самый-самый-самый трендовый костюм это в полосочку. Он был на всех подиумах мира, и я настаиваю практически, чтобы вы его приобрели. Я свой еще не нашла, но планирую найти, потому что я очень люблю костюмы. Далее идет длинное пальто. Я вообще всегда их любила, и до того, как они сейчас вошли внезапно в моду, я уже года, наверное, три или четыре назад купила себе на Asos красное пальто в пол, и ношу его с огромным удовольствием. И еще два года назад я купила себе серое пальто в пол, тоже на Asos, и ношу его, опять же, с огромным удовольствием. Поэтому здесь мне даже покупать ничего не надо, у меня уже все есть. А интересное пальто, которое я найду, я вам оставлю внизу. Следующий тренд я уже немножко затронула, но хочется вернуться еще раз, и более акцентировать на этом внимание, это пайетки. Но это не просто пайетки. Мне кажется, здесь можно поиграть и сделать это более интересным. Пайетки в нашем представлении обычно это такие мелкие, круглые, блестящие штучки, но они бывают разные. Пайетки бывают вот такие большие, например. У меня есть просто сумасшедший топ с пайетками, серебристый Asos. Опять же, Asos. Я люблю Asos, и я очень много там покупаю вещей. Он у меня провисел года, наверное, два или три. Я его надевала всего один раз, и как я рада, что я его оставила, не продала, не выкинула, не подарила, потому что в этом году он снова на пике моды, и его очень здорово будет носить поверх черного джемпера с горлом, например. Этот топ просто фантастика выйти с подружками куда-то вечером и блистать в прямом смысле этого слова. Вы будете и яркой, и модной, и я думаю, вы сами себе будете очень нравиться в таком виде, и это нестандартные надоевшие пайетки. Следующий тренд, который тоже с нами идет уже второй год, это банты. Только в этом году они еще более объемные, и они не только... Например, я два года назад купила себе банты а-ля банты-бабочки. Они одеваются на рубашку под горлышко и застегиваются сзади, как бабочка. Их буду носить. В этом сезоне у меня серый такой один спокойный бант тоже на Asus покупал. Если они еще есть, я вам оставлю ссылочку внизу. Но в этом году также банты присутствуют просто на всем. Любые блузки, какие-то жакеты с огромными бантами. Это все модно. Если у вас осталось с каких-то давних пор такого рода вещь, то обязательно снова ее наденьте. Если же нет, то посмотрите ссылочки, которые я вам дам, и, возможно, приобретите себе что-то в этом тренде. И последний тренд, которым я буду закрывать это видео, это еще один удобный, мягкий, приятнейший тренд на свете. Это огромный, супер-пупер-оверсайз, теплый шарф. Он должен быть на самом деле объемный. То есть, не то, что тоненький, не то, что просто немного длинный, он должен быть огромный. То есть, чтобы вы им практически могли замотаться полностью. И я такие шарфы себе приобрела практически во всех цветах на Asos. Я взяла себе черный, красный, camel цвет и бледно-розовый, по-моему. А, еще зеленый. Он такой а-ля амбре в трех зеленых цветах. Оставлю вам все ссылки на шарфы внизу. Ребята, я постаралась быть настолько быстрой, насколько смогла, потому что трендов было на самом деле очень много. В этом сезоне очень много трендов и очень много вещей, которые и модно, и удобно, и тепло носить. Поэтому мне хотелось осветить как можно больше в одном видео. Надеюсь, вы не устали меня слушать и что вы уже придумали себе что-то классное и уже начинаете смотреть ссылочки и гуглить и представлять себя во всех этих вещах. Еще раз, очень надеюсь, что видео было полезным. Я по вам очень сильно скучаю, когда не делаю видео. И не забывайте подписаться на канал, потому что видео выходит два-три раза в неделю. Я стараюсь быть в режиме и выпускать как можно чаще. Желаю вам всем модных покупок и целую. С вами была Даша. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok